Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала «Как правильно убить В»! Сегодня я хочу поговорить о замечательном фильме, довольно стареньком фильме, на который я посмотрела совсем недавно. Называется он «Козороза». Действие этого фильма происходит в двух временных отрезках. Первая часть фильма посвящена событиям, которые происходят в 20-х годах прошлого века в небольшом неназванном городке. Оно подразумевается, что в Перми, в уральском городе Пермь, в клубе, где изучают международный язык, так называемый международный язык эспера, то есть эспероклуб. Вторая часть фильма, последняя серия, посвящена событиям 1975 года. В чем, собственно, завязка, в чем сюжет этого фильма? В небольшой городок приезжает певица, актриса Зинаида Козороза. И некто Свешников, молодой человек, влюбленный в нее, бывший красноармец, приглашает ее выступить в эспероклубе, для того, чтобы таким образом привлечь в этот клуб новых членов. Зинаида соглашается, приходит на вечернее выступление и прямо на сцене ее убивают. Свешников ведет расследование, расследование же параллельно ведут компетентные силовые органы. И в 1975 году Свешников возвращается в этот город, в котором не был ни разу вот с тех самых трагических событий. Вот это, если совсем коротко рассказывать о сюжете этого фильма. Что я хочу сказать? Фильм мне необыкновенно понравился. В нем всего три серии. Смотрится он на одном дыхании. Он очень динамичный, интересный сюжет. Очень хорошая, крепкая детективная составляющая. Для многих зрителей неожиданная концовка, неожиданное разрешение логической загадки. Хотя, в общем-то, признаюсь, мне было понятно все задолго до конца. Но, тем не менее, я сочла о нужном рассказать об этом совершенно замечательном фильме. Прежде чем рассказать, я решила помониторить интернет и посмотреть, какие другие отзывы, рецензии оставили зрители этого фильма. И, в общем-то, вы знаете, меня поразило то, насколько диаметрально противоположные мнения высказывают зрители. Не было ни одного равнодушного, серого, нудного отклика. Либо фильм сразу возненавидели, либо полюбили. Вот, например, я выписала несколько комментариев. Да куда так растягивать? Можно и в полтора часа уложиться было. Вот такой вот короткий комментарий. Начало интригующее. Продолжение детектив среднего пошива. О концовке не хочется даже говорить. Все сведено к банальной любовной истории. Хорошо, что фильм уместили в трех сериях. Можно было и в одной. Фабула киноповествований не пострадала бы. Еще один отзыв. Какие прекрасные актеры. И какая жуткая, стыдная, недостойная их мастерства чушь. Еще один отзыв. Я первый раз посмотрел этот фильм в 2018 году. Это прекрасный фильм. Прекрасные актеры, замечательная работа художника. Прекрасная музыка и романсы. Загадочный язык эсперанто. И главные в фильме – это люди. Их характеры и время непонятные, сдвинутые. Те, кто пишут, что фильм полная чушь, не поняли, о чем он. А фильм о том, что для того, чтобы людям жить единым человечьим общежитием, не нужен ни эсперанто, ни революции. Я хочу рассказать немного об истории создания этого фильма. И начну, пожалуй, с того, что этот фильм поставлен по роману Леонида Юзефовича, автора которого я, в общем-то, очень люблю. По роману Леонида Юзефовича «Козорозы», который был выпущен в 2002 году. Но в середине перестройки, в 90-х годах, был выпущен первый вариант этого романа. Он был тогда еще только повестью и назывался «Клуб Эспера». И что нужно сразу заметить? Во-первых, Эспера-клуб, клуб эсперанто, он действительно реально существовал в Перми в 20-х годах прошлого века. И второе, о чем бы мне хотелось рассказать, о том, что у вот этой прекрасной романной телевизионной «Козорозы» был прототип, реальный прототип. И это не кто иное, как двоюродная бабушка Леонида Юзефовича. Личность, реально существовавшая. Личность, реально существовавшая. Это актриса, певица. Как вы видите, очень красивая женщина. Она 1893 года рождения. Родилась она в Санкт-Петербурге. И, в общем-то, вы можете себе представить, что такое начало 20-го века, 10-е, 20-е годы Санкт-Петербурга. Это совершенно потрясающее волшебное время. Естественно, как актриса, как певица, как неординарная дама, она была, жила в самой гуще богемы Санкт-Петербургской. Она была знакома, она была дружна с Блоком, она была дружна с Кузьминым, с Мандельштамом. И действительно выступала, пела под вот этим вот звучным, ярким, таким необычным испанским псевдонимом Зинаида Казароза. И, кстати сказать, этот испанский псевдоним ей придумал никто иной, как известнейший поэт, знаменитый Михаил Кузьмин. Нужно заметить, что прожила она недолго, в 1929 году она покончила с собой в Берлине. И вот, что, собственно, писал сам автор Леонид Юзефович о своем романе. Роман Казароза родился из моих бесконечных папок с выписками из газет и архивных документов, в которых, как мне кажется, я сумел уловить ту трудноопределимую субстанции, обычно называемую духом времени. Но все реалии соблюдены абсолютно. Я всегда отвечаю за точность исторических деталей в моих романах, будь то детали монгольской этнографии или подробности бытования языка эсперанто в России в 20-е годы. Это то, что говорят другие люди и сам автор об этом романе, об этом фильме. От себя я хочу прибавить, что фильм произвел на меня впечатление. А это, в общем-то, такой особый случай, потому что произвести на меня впечатление достаточно сложно. Фильм необыкновенно хорош. Мало того, что он просто красивый, в нем есть вот этот самый дух времени. И действительно, когда просматриваешь серии этого фильма, чувствуешь вот этот вот дух опасности, в которой в то время жили люди. Почему-то это очень чувствуется. Возможно, знаете еще почему? Потому что сейчас мы сами находимся немножко в такой же исторической обстановке, в такой же исторической паузе, в такой же точке. Идет специальная операция на Украине. Мир стремительно меняется. Все мы чувствуем в воздухе вот эти перемены, эту опасность. Мы понимаем, что мир уже никогда не будет прежним. А что там впереди? Что там? Вот именно вот эту вот неопределенность, вот эту тревогу, эту опасность, мистическую, детективную опасность сумели передать создатели фильма. И, конечно, потрясающие актеры. Так что с удовольствием рекомендую вам этот фильм для просмотра. Фильм называется «Газароза». Снят он по роману Леонида Юзифовича. Книга записана «Сторител», «Сторител. Жизнь в историях». Елена Амиллер «Полнолуние, труп и черный циферблат». Читает Софья Эрнст. Книга записана «Сторител» Книга записана «Сторител». Книга записана «Сторител»